Ваше Высокое Преосвященство, мы находимся накануне Святой Пасхи, а это праздника в праздник. В каком состоянии умов и сердец должна быть Ваша паства? – Каждый год к этому великому событию, воскресению Христов, к Пасхе, верующие православные люди особенно готовятся. Готовятся потому, что пришел в мир Спаситель. Вначале пришел на землю. После долгих лет, и не только лет, но тысячелетий, после того, как Адам был изгнан из рая, люди земные, живущие на земле, ждали момента, когда вновь смогут воссоединиться, приблизиться к Богу. Прошло много десятилетий и тысячелетий. Пришел на землю Иисус Христос, родился, вырос на земле, жил на земле, учил людей на земле, был предан, был распят, был погребен и в третий день, согласно Священному Писанию, воскрес. И с воскресением Христовым мы начали радоваться, начали торжествовать это событие, потому что вновь мы обрели надежду. Надежду на того, чтобы быть с Богом. Перед каждым пасхальным днем, каждый год, верующие православные христиане готовятся. Они проходят путь сорокадневного поста. Они посещают церковь, они молятся, они молятся дома, они исповедуются, они причащаются. Но мы еще предлагаем нашим верующим творить добрые дела, потому что согласно учению церкви, вера без добрых дел мертва есть. И поэтому на протяжении Великого Поста наши клирики, то есть священнослужители, наши верующие по нашему благословению старались помочь нашим верующим. Я могу многих из них похвалить, что нам удалось. Удалось помочь нуждающимся, удалось помочь больным, удалось помочь детям. Конечно, мы всегда стараемся держать это в тайне, но ничего не бывает тайного, пока не бывает уже потом явным. Но это радостно для нас, чтобы те люди, которые находятся в одиночестве, старики, больные, тоже могли почувствовать великую радость, радость пасхальную. И поэтому, особенно вот эти последние дни перед Пасхой, наши верующие стараются помочь нуждающимся. Чтобы в самый день Пасхи, если кто-то из них сможет прийти в церковь, для того, чтобы осветить пасочку, кулич, осветить пасхальные яйца, мясо, которое предлагается церковью к Пасхе, было бы хорошо, если они не могут прийти в церковь, чтобы наши священнослужители или просто наши верующие, то есть соседи этих людей, пришли к ним в дом, сказали «Христос воскресе!» И этим они почувствовали великий праздник и вновь обрели надежду на наше всеобщее воскресенье. Ваше Высокое Преосвященство, мы живем в очень непростое время. Время, когда разрушают храмы. Время, когда, как в Шри-Ланке, случаются в храмах теракты. И кажется, что для людей вообще нет ничего святого. Почему так происходит? Многие даже задаются вопросом, а Бог ли вот всем этим управляет? Бог всем управляет. Но есть иногда и попущение Божие. Почему? Если бы только Бог управлял, потом человек по окончании своей земной жизни обвинял бы Бога в том, что ты мне не дал свободу. Не дал свободу мне действовать свободно. И для того, чтобы человек не обвинял Бога, он дает ему свободу. И человек выбирает тот путь, по которому хочет идти. Или путь, ведущий к Богу, или путь, ведущий в пропасть. И, к сожалению, вот это и случается на земле. Это было всегда со времени существования мира, со времени сотворения Богом мира, были и падения, были и радости. Мы знаем еще почти от первых людей. Был Каин, был Авель. Брат брата убил. Значит, это зло было и тогда уже. И оно, конечно, на протяжении всех этих веков существования мира всегда то было. Просто мы меньше знали об этом, потому что не было соответствующие средства информации. И мы знали просто, что творится. Может быть, через неделю узнавали в соседнем селе или в нашем районе, где мы живем, знали. И не знали больше. Сейчас, конечно, в этом мире, в 20-21 веке, мы знаем больше новостей. И, конечно же, очень плохо, когда одна религия идет против другой религии. Когда одна конфессия идет против другой конфессии, и стараются разрушить их святыни. Тот человек, который, поднимая руку на святыню, если он даже другой конфессии, это уже не верующий человек. Верующий человек никогда не будет стремиться сделать зла другому даже из другой конфессии. А вот у нас в Молдове можно ли говорить о религиозном согласии? Ведь у нас тоже есть другие конфессии. У нас в Республике Молдова много конфессий. И христианских, и нехристианских конфессий. Но я бы сказал, в последнее время, последние десятилетия у нас нет таких конфронтаций, которые, может быть, были, скажем, в 90-х годах. Сейчас, слава Богу, у нас взаимопонимание, согласие. Стараемся иногда, когда-то возможно, на каких-то уровнях встречаться с проповедующими другие конфессии. И даже, я могу сказать, больше на протяжении года. Вот, допустим, в прошлом году студенты моей духовной академии вместе со священнослужителями, с преподавателями встречались почти со всеми существующими в Молдове конфессиями. Они общались, они дискутировали. И они продолжают вот эту дискуссию между конфессиями. Это мы приветствуем, это я благословляю. И надеюсь на будущее. Чем больше у нас будет общения, тем меньше будет неприятностей между религиями, конфессиями. Я не могу вас не спросить вот о чем. Ведь иногда бывает, и мы стали свидетелями тому, как в одной конфессии, я сейчас говорю о православии, возникают такие проблемы, как на Украине. Вы понимаете сейчас, да, я говорю об этом разладе, когда у людей создается, вы знаете, такое впечатление, что мир вокруг война, а священники они войны. Что вы чувствуете в этой связи, и какой бы вы хотели наказ дать своей пастве? Ситуацию на Украине я хорошо понимаю и знаю, потому что до объединения этих церквей насильно, против которой и мы выступали, священнослужители, а также Синод Православной Церкви Молдовы, я знаю, что там есть православная церковь, каноническая, есть православная церковь, которая не имеет главы своей, то есть глава так называемой Украинской Православной Церкви, возглавлял эту церковь бывший митрополит Филарет, потом он сам себя назвал патриархом, некоторые поддержали, и она является неканоническим, потому что нет продолжения от апостольского. Потом была тоже самопровозглашенная автокефальная церковь, и, конечно же, на Украине и четвертая, это греко-католическая, которая по внешнему виду, она православная, но по внутреннему она подчиняется папе римскому. И вот бывший уже президент, господин Порошенко, решил все эти церкви объединить, но насильно, мил, не будешь. Невозможно объединить и хорошее, и плохое. Для этого надо какое-то время дискуссии, диалога, те, которые согрешили, дабы покаялись, которые идут правильную дорогу привлечь заблудших в себе. И, конечно, для этого, чтобы объединить все церкви на Украине, нужны десятилетия, нужно людей готовить, нужно тем, которые, еще раз повторяюсь, которые согрешили, чтобы покаялись. Ну а тут больше возобладала политика, неже каноника церковная. У нас, слава богу, в Молдове, я бы сказал, в последнее время идем мелкими, твердыми шагами вперед. Нет у нас таких противостояний, таких недопониманий между другими конфессиями или даже в православии. Еще раз повторяюсь, такое время было в 90-х годах, когда больше спорили. Сейчас как бы все успокоились, все поняли, к какой дороге идем, и я считаю, что каждый идет своей дорогой для того, чтобы в конце концов достичь Царства Божия. Я надеюсь, если мы будем так спокойно уйти, мы далеко отойдем. Ну, вам есть чем гордиться, Ваше Высокое Преосвященство, потому что, когда проводят опросы, то как раз именно у Церкви самый большой кредит доверия от народа. И так постоянно. Скажите, пожалуйста, что вы делаете для того, чтобы приобщить людей к вере? Мы, во-первых, стараемся идти теми заповедями, которые оставил на землю Господь наш Иисус Христос. Мы стараемся идти той дорогой, которую оставили нам святые апостолы, ученики Христовы, оставили святые отцы. Мы стараемся идти честно. Мы, конечно, Церковь Православная в Молдове, как и наше государство, бедноватые. Мы могли бы больше делать, но люди видят, из того, что мы имеем, мы стараемся делить с ближним. И поэтому, видя нашу искренность, наверное, люди и считают, что мы, я знаю, в какой-то степени лучше. Мы, конечно, не стараемся не участвовать в всяких дебатах политика, Церкви. Мы просто привлекаем политику к Церкви. Мы всегда для всех противоборствующих, скажем, партий, мы стараемся их привести в Церкву. Потому что Церковь для всех. Стараемся не быть в какой-то политической партии. Потому что, если мы будем в какой-то политической партии, значит, мы являемся друзьями этой партии и врагами другой партии. А Церковь Господь создал не для партии, а создал для всех людей, которые населяют эту землю. И будем стараться так и впредь идти. Привлекать людей к Церкви, показать им правильный путь. Другое дело, одни идут, одни прислушиваются Церкви, другие гордятся своими достижениями в миру, гордятся тем, что он, скажем, или председатель, или президент, или партия, или какого-то, я знаю, какой-то общины, или какого-то завода, или что такое. И он всегда уже горд. И забывает о том, что все мы смертные люди, живущие на этой земле. Независимо от того, какой мы занимаем пост, мы все дети Божьи. И дети должны быть послушными всегда своему Отцу. Ну вот говорят, что самое важное – помнить о том, что есть ответственность человека перед Богом. Вот сегодня какая ответственность у человека перед Богом? Мы стараемся еще с 90-х годов, когда наша республика тогда получила независимость, чтобы в школе преподавалась религия, урок религии. Для чего? Для того, чтобы ребенок мог самостоятельно выбрать путь, по которому ему идти в жизни. И если человек прислушивается к церкви, а церковь всегда учит только добру, тогда и он может выбирать тот путь, который ведет к Богу, который ведет к любви, к согласию, к миру между людьми. И мы будем стараться и впредь прививать эту любовь к Богу всем окружающим нас людей. И если мы будем прислушиваться, конечно же, мы тогда будем настоящими детьми Божьими и не будем стараться делать зла близкому нам человеку. И если мы и дальше так пойдем, и хотя и бедная наша сторона, хотя и бедная наша церковь, но мы будем чистыми духом, мы будем ближе к Богу. А если будем ближе к Богу, мы будем ближе к нашим соотечественникам. Ваше высокопересвященство, как вы думаете, что сказал бы Христос, глядя на нашу сегодняшнюю жизнь, на то, какими стали мы люди, как мы веруем в Бога, насколько мы воцерквленные люди, да? Вот как вы это себе могли пообразить? Ну, во-первых, наверное, Господь сказал, люди добрые, дети мои, одумайтесь, то, что вы делаете. Вы отходите от моих законов, вы отходите от моей проповеди, которую я проповедовал, будучи на земле. И поэтому есть у вас свобода, есть та свобода, которую Бог дал нам. Вот ее надо применить для того, чтобы человек приобрел царство Божие, а не царство земное. И если вот люди прислушиваются к Богу, будут прислушиваться к церкви, вот предыдущий вопрос мне задали, если они будут прислушиваться к церкви, церковь всегда укажет только правильный путь. И тогда будет мир, будет согласие, будет взаимопонимание, и не будет в мире тех плохих дел, которые, к сожалению, существуют. И люди всех конфессий, и православные, и неправославные, если они будут выполнять закон, который оставил Бог на земле, они будут идти по этому пути со всех сторон. Но в центр попадут к Богу. Дайте, пожалуйста, совет, как правильно встретить этот великий праздник и вот себя преобразить, скажу так. Насчет преображения человек должен стремиться всю жизнь себя преобразить. То есть забывать все плохие грехи, все плохие дела и идти к светлым. То есть это и есть преображение. И я надеюсь, особенно перед пасхальными днями люди стараются приготовиться к этому. В самом начале мы говорили о том, что они исповедуются, они причащаются, они творят добрые дела. И если все это есть у человека, есть молитва на устах, есть добрые дела, это уже и есть приближение к Богу. Ну и, конечно же, хозяйки, мамы, бабушки, сестры наши стараются и помещения, в которых живем мы, приготовить к светлому празднику. Начинают красить, начинают белить, начинают готовить пасочки, начинают красить, крашенки готовить к этому великому дню, чтобы и телесно, и духовно почувствовать этот праздник. И я надеюсь, что в нас, в Молдове, эти вековые традиции сохраняются и сохранятся и на будущее. И сколько будет существовать эта земля, надеюсь, тут будет православие. За это мы молимся на каждой службе, к этому призываем жителей Молдовы и призываем и в тех, которые, может, впали в уныние, впали в грех, впали в какие-то искушения, чтобы вернулись и с чистой душой, с чистой совестью вместе с нами встречали светлые Христово Воскресенье Пасху. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин